Остров Мадагаскар, расположенный в Индийском океане, занимает четвертую строчку в списке крупнейших островов мира после Гренландии, Новой Гвинеи и Борнео. Остров принадлежит республике Мадагаскар, в состав которой входит также несколько мелких островных участков суши на африканском побережье. С точки зрения туризма Мадагаскар представляет собой идеальное место для любителей нетронутой и уникальной природы, сформированной в условиях изоляции. Многие экзотические представители животного и растительного мира Мадагаскара присутствуют только на этом острове, что вызывает беспокойство у экологов. Население Мадагаскара, которое составляют переселенцы с соседних территорий, растет слишком быстро, разрушая экосистему острова. Мадагаскар – мир в миниатюре, где на весьма ограниченном пространстве расположены национальные парки, колоритные поселения местных этнических групп, потухший вулкан Марумукутру, высокогорное плато с пологими спусками и крутыми обрывами, речные долины, саванны и тропические леса. Флора и фауна острова поражают разнообразием и неповторимостью. И одной из примечательных природных особенностей острова является Баобабовая роща. Огромные многолетние деревья, выглядящие так, словно были вырваны из земли и воткнуты обратно уже перевернутыми, растут по всей территории острова и считаются негласным национальным символом государства Мадагаскар. Но в западном регионе Минабы недалеко от города Мурундава растянулась целая аллея из почти 30 растущих в ряд Баобабов, редкое явление, потому что Баобабы, как правило, растут поодиночке. И тем более удивительно, влюбленная парочка, два стоящих в обнимку дерева. Точный возраст Баобабов определить сложно, по причине отсутствия возрастных колец, но по приблизительным оценкам он составляет 800-900 лет. Когда-то аллею окружал густой тропический лес, вырубленный местными жителями, но Баобабы люди не тронули. Гиганты остались возвышаться над окружающей местностью, особенно сюрреалистично выглядя на фоне красного закатного африканского неба, словно кадр из фантастического фильма. Гладкие стволы Баобабов настолько мощные, что для его обхвата понадобится 5-7 человек. В одном Баобабе содержится до 120 тысяч литров воды, которую дерево использует для питания во время засушливых периодов. Цвести Баобабы начинают после сброса листвы, с октября по декабрь на ветках появляются крупные белые бутоны с широкими лепестками и длинными тычинками. Листья, побеги, кора и даже пыльца собираются местными для бытовых целей. Например, цветень Баобаба – основа для изготовления клея. Среди всех Баобабов Мадагаскара особенно выделяется один «священный», почитаемый как первый, и, следовательно, самый старый Баобаб. Дерево, которому около тысячи лет, обнесено забором и прежде чем приблизиться к нему, необходимо снять обувь. Посетить аллею Баобабов доступно любому желающему, как в составе экскурсионной группы, так и самостоятельно. Из столицы Мадагаскара Антононареву до Мурундава совершаются внутренние авиарейсы, перелет длится один час. Также можно добраться на арендованном джипе, но стоит учитывать, что дороги местами труднопроходимы, а путь займет от 12 до 15 часов езды. Местное население плохо говорит по-английски, поэтому стоит воспользоваться услугами водителя-малагасийца, который одновременно послужит переводчиком. Аллею Баобабов лучше посетить на закате, когда немного спадает жара. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.